Добрый всем денёчек! Микрофон Аспиранский Павел, руководитель отдела обучения компании Viva. Сегодня вебинар посвящен расчёту параметров бытовых скважинных насосов. Это достаточно узкая тема, которую мы так или иначе уже озвучивали на различных вебинарах, касающихся, в принципе, скважинных насосов или систем водоснабжения, водозаборов. Но сегодня сконцентрируемся именно чётко, узко на том, какие параметры нужно посчитать, когда мы идём, собрались идти на рынок покупать бытовой скважинный насос для частного дома. Ну и, собственно, откуда эти параметры берутся и какие здесь есть нюансы. То есть вебинар ориентирован, в первую очередь, как я уже сказал, на тех, кто собрался такой насос себе приобретать, либо на тех, кто оказывает как раз консультации клиентам по подбору бытовых скважинных насосов. То есть это и наши партнёры, и, конечно же, наши сотрудники тоже так или иначе с этой темой сталкиваются. Ну вот сегодня мы кратко вот этот момент обсудим. Итак, для того, чтобы подбирать насос и делать это осознанно, а не по принципу, сколько есть денег и что на рынке, так сказать, продавец наиболее активно предлагает, нужно иметь паспорт скважины, в котором будут указаны определённые параметры, которые, в общем-то, абсолютно необходимы для такого рационального подбора насосного агрегата. В первую очередь, это так называемый дебет скважины. Сейчас возьму указочку. Дебет скважины – это тот расход воды, который скважина может обеспечить. Теоретически его никак посчитать невозможно. Эта величина зависит от множества параметров, от диаметра скважины, от того, в какой водоносный пласт вы в итоге добурились. То есть это всё зависит от местных геологических условий, от конструкции скважины, установленного фильтра и так далее и тому подобное. Поэтому эта величина может быть определена только экспериментальным путём в результате пробных откачек на объекте. Поэтому, по-хорошему, организация, которая будет для вас скважину и, соответственно, готовит тот самый паспорт, она должна вам эти измерения провести. Ну, конечно же, если вы это оговорили изначально, и эту величину вам предоставить. То есть это тот расход, который не приведёт к полному выкачиванию воды из скважины, и уровень стабилизируется на какой-то такой приемлемой отметке, которая позволит нам правильно разместить насос, то есть обеспечить и отстойную часть ниже насоса, и, собственно, сам насос разместить в скважине, и обеспечить какой-то минимальный уровень, там хотя бы один метр над насосом, для того, чтобы избежать образования воронок и подсоса воздуха при работе насоса. И вот этот вот расход, при котором уровень стабилизируется на приемлемой для нас отметке, и будет являться вот этим максимальным дебетом скважины. Для этого дебета, соответственно, определяется и уровень, на котором стабилизируется вода, и этот уровень будет называться динамическим, потому что тот уровень воды, который формируется в скважине после того, как её пробурили, но ещё не начали воду откачивать, это будет статический уровень. Он, естественно, будет существенно выше. Но как только откачка начнётся, уровень будет падать, и вот тот уровень, на котором произойдёт стабилизация, нас интересует дальше для расчёта параметров для подбора скважинного насоса. Как я говорю, всё это должны вам сделать те ребята, которые взялись за бурение и обустройство вашей скважины. К сожалению, так бывает далеко не всегда, и я могу сказать, бывает так достаточно редко. Я столкнулся два года назад с оборудованием собственной скважины, и, конечно же, попытался подойти к этому делу со знанием, с пониманием, поэтому задавал довольно много вопросов организациям, с которыми планировал посотрудничать по устройству этой скважины. Сейчас все уже научились говорить, отвечать на вопрос, будет ли паспорт скважины. Да, конечно. Но многие добавляют, что это правда будет паспорт нашего собственного образца. На вопрос, будет ли там гейминг, динамический уровень, тоже все уверенно отвечают да. Но вот следующий вопрос, а как этот динамический уровень будет определён, то есть ты начинаешь людям задавать вопросы, ну раз вы его будете определять, делать пробные откачки, значит вам нужно будет куда-то подключить насос, у вас там генератор с собой будет, или мне нужно обеспечить электроподключение на объекте. Вот здесь все начинают плыть и рассказывают, что дебет будет определён не по пробным откачкам из скважины, а он будет определён каким-то визуально-экспериментально опытным путём. То есть сам бурильщик по количеству воды, которая там хлистанёт из вот этой моей новой скважины, по состоянию грунтов, по геологии, мне скажут, сколько кубометров в час эта скважина способна отдавать воды. И, к сожалению, вы не поверите, но в Челябинске, где я проживаю, я не нашёл компаний, которая бы взялась за выполнение этой работы на должном уровне. В итоге я нанял тех, кто мне показался более-менее адекватным, и, соответственно, дебет мне пришлось в итоге определять самостоятельно. А дебет мне действительно в паспорте прописали, полтора куба в час. То есть ребята, которые бурили, на глаз стрельнули и определили, что именно полтора куба моя скважина может отдавать. Но мне здесь повезло. По результатам потом собственных оценок дебет оказался в два с лишним раза выше. Ну а могло быть и хуже. Вы могли бы прописать 2-3 куба, а по факту окажется один или того меньше. Итак, если вам дали липовую величину, либо не дали ничего в паспорте, вам придётся сделать это самостоятельно. И проще и логичнее всего определять дебет и динамический уровень в результате, в процессе прокачки скважины. То есть когда скважину пробурили, первое время нужно её интенсивно прокачивать, извлекать воду с тем, чтобы стабилизировать качество воды. То есть в этот первый момент происходит интенсивный вынос мелких частиц из водоносного горизонта. Водичка идёт мутная, иногда вообще просто грязная. И вот этот процесс прокачки может занимать несколько часов, а может доходить до несколько суток. Мне вообще пришлось с определёнными перерывами несколько недель прокачку своей скважины осуществлять. Я даже уже был отчаялся, но в конечном итоге действительно вода пошла прозрачно. И вот два года уже пользуюсь без проблем. Поэтому когда вы будете проводить прокачку своей скважины, к этому моменту у вас, естественно, уже должен быть насос. Ну как здесь поступают? Кто-то, естественно, кого-то нанимает ребят с насосом для прокачки скважины. Кто-то идёт по пути. И я сейчас приобрету дешёвый простой насос, самый дешёвый, который вот буду гробить во время прокачки, потому что там можно просто насос вывести из строя, если скважинный песок там или что-то. И пусть он поработает в период, пока идёт там стройка. Ребята-работяги будут его включать, выключать, забывать выключать. И будет там отваливаться фаза и так далее и тому подобное. Ну а потом уже приобретается, собственно, хороший насос с автоматикой и скважина полностью обустраивается. То есть вот используя этот насос, этот промежуточный вариант, вы можете в том числе определить адекватно дебет скважины и определить соответствующий ему динамический уровень. Сделать это несложно, вам нужна какая-то ёмкость, секундомер, и заполняя эту ёмкость за определённое время, вы, собственно, посчитаете расход. Причём не надо тут как-то стесняться и думать, что это очень такой бытовой примитивный метод. Объёмный метод определения расхода на сегодняшний день является самым точным в принципе. Поэтому если вы возьмёте, ну не полтора литровую бутылку, а, скажем, ту же самую 19-литровую бутыль от кулера, то этого будет более чем достаточно для того, чтобы с высокой точностью определить дебет скважины. Опустили насос, полностью открыли кран и определяете расходы. При этом контролируете уровень воды скважины. Сделать это тоже достаточно несложно. Можете взять какую-то верёвочку с грузиком, который будет обеспечить достаточное её натяжение. Ну а вниз опустить поплывочек, кусок пенопласта привязать. И как только опуская в скважину такое вот нехитрое устройство, вы получите провисание верёвочки. Это будет означать, что вы, ну, либо зацепились за трубу напорную, либо достигли уровня воды. Ну а потом просто рулеткой померили и определили, на каком динамическом уровне у вас стабилизировалась вода и какой при этом дебет обеспечивает скважину. То есть, как видите, определить эти параметры несложно. Что ещё нам понадобится, это сама конструкция скважины, то есть понимание её глубины, где будет насос, соответственно, расположен, диаметр обязательно обсадной трубы, без этого никак. Ну и там прочие вещи тоже могут оказаться полезными при подборе. Обычно с этими данными проблем нету. И вот в тех самых паспортах вам любой, конечно же, специалист по бурению все эти данные предоставит. Дальше, следующий шаг, вам нужно определиться, собственно, со схемой водоснабжения. И если мы говорим о скважине и частном доме, то обычно применяются две наиболее распространённые схемы. Начнём с самой популярной, когда дебита скважины достаточно для того, чтобы скважин-насос воду подавал прямо вам в дом к водоразборной арматуре. То есть, без всяких-то промежуточных элементов, прямо из скважины вода подаётся потребителю. Естественно, как я сказал, это возможно только в том случае, если дебита скважин достаточно для обеспечения всех ваших пожеланий, всех ваших потребностей. Ну что здесь? Пару слов об автоматизации. Если вода напрямую подаётся потребителям, то автоматизация работы насоса обычно осуществляется при помощи реле давления, либо силового, это не самый лучший вариант, то есть, когда просто фаза насоса через реле покидывается, и любое щёлкание реле, это искрение, и это сокращение срока службы всей этой системы, то есть, какие-то контакты пригорят, ну и это не очень хорошо. Конечно же, более оптимально использовать внешний прибор управления, а релюшку уже использовать не силовую, которая будет подавать сигнал о том, что давление упало до требуемого уровня включения, либо поднялось до требуемого уровня выключения, и насос, соответственно, будет остановлен. Не забывайте про защиту от сухого хода. Самый такой прямой путь – это опустить электроды в скважины, хотя обычно это забывают сделать, или если не используется прибор управления, то электроды, то есть пропустить питание через электроды, конечно же, нельзя в насосах, и в этом случае ставят дополнительное реле на напорном трубопроводе, всякие гидростопы так называемые, которые, по сути, фиксируют не наличие или отсутствие воды, а они фиксируют наличие или отсутствие давления. Если по каким-то причинам давления упало, не связанным с падением уровня воды в скважины, то есть с исчезновением воды, то ваше реле все равно сработает, и вам придется, ну так скажем, думать, а что же случилось, ну или как минимум идти к нему и там кнопочку красную нажимать, чтобы снова запустить насос в работу. Если вы возьмете прибор, там даже простейший виловский СК, то вы к нему сможете подключить электроды, и по сигналам, соответствующей комбинации сигналов светодиодных, можно четко понять, что да, это действительно нет воды в скважине, или остановка насоса произошла по каким-то другим причинам. То есть вот эта схема. Понятно, что у нас в этом случае напор, на который мы подбираем насос, должен быть достаточный для того, чтобы обеспечить требуемый расход, поднять воду на необходимую величину. И я сегодня, так скажем, не планировал особо говорить именно о нюансах подбора насоса, а сконцентрироваться только на расчете параметров. Но вы должны всегда фиксировать вот такой факт в схемах, что давление включения насоса, это давление, собственно, на которое вы и подберете насос. Ну, со всеми остальными параметрами дальше разберем. А вот для того, чтобы обеспечить дельту между давлением, включением и выключением, ваш насос должен иметь достаточно крутую характеристику и напор в левой зоне должен быть достаточный, чтобы обеспечить выключение насоса и обеспечить вот эту вот дельту между включением и выключением. Обычно она берется около полутора бар. Поэтому, если вы рассчитаете рабочую точку и подберете насос где-то здесь, то может оказаться, что на объекте будет невозможно обеспечить его выключение при более высоком давлении, потому что он просто такое давление создать не сможет. Либо ему придется отключаться уже где-то работая на закрытую задвижку, а это не самый лучший вариант. То есть лучше все-таки весь диапазон работы насоса от включения до выключения принять в зоне его оптимальной работы, а не делать так, что у нас каждый раз насосу придется доходить до практически закрытой задвижки, какое-то время работать в этом режиме и только потом отключаться. Но это уже нюансы, о которых многие наши тренеры рассказывают на вебинарах, касающихся подбора насосного оборудования. Ну что ж, со схемой определились, напрямую качаем потребителю, значит нам нужно расход насоса иметь равным в сумме всех расходов санитарно-технических приборов, которые мы хотим эксплуатировать одновременно. Если брать нормативную документацию и методики расчета расхода, которые изложены там, наш СП по внутреннему водопроводу и канализации, то расчет потребного расхода, требуемого расхода, ведется на основе вероятности одновременного действия санитарно-технических приборов. Это достаточно нудный, мутный расчет со всякими там эмпирическими формулами, коэффициентами и так далее, но ведется он на основании числа пользователей, числа санитарно-технических приборов, установленных типов приборов, то есть степени благоустройства, и вот на основании совокупности вот этих вот величин, через ряд формул, табличек, коэффициентов и так далее, вы в итоге получите расчетный расход насоса в литрах в секунду. Подбирая насос для частного дома, конечно, заниматься вот этим, ну не то, что не советую, вообще считаю нецелесообразным. И вообще, с моей точки зрения, вот эта методика, которая идет еще с советских времен, она слишком уж усложнена, например, при расчете того же газа, все значительно проще, хотя логика та же самая. Там берется количество плит, установленных газов в жилом здании, и в зависимости от количества плит, принимается вероятность их одновременного включения. Все. Две плиты, одна вероятность, 20 плит, другая вероятность, и не нужно вот этих всех сложных расчетов. Ну, в водоснабжении почему-то решили пойти по другому пути, поэтому есть масса табличек. Кто захочет, пожалуйста, залазьте в СП и изучайте полноценную методику расчета расхода. Ну, а я вам рекомендую просто самим определиться, какие санитарно-технические приборы вы хотите установить в своем доме, и в зависимости от того, сколько у вас в семье, так скажем, членов, и какой у вас стиль жизни, и насколько вы хотите реально одновременно стирать белье, мыть посуду, при этом принимать ванну, сидеть, простите, на унитазе и еще и поливать огородик. Вот взвесьте все эти ваши потребности, сложите производительность всех этих приборов и получите требуемый расход воды. А дальше сравните его с дебетом скважины, которые определили предварительно и посмотрите, а соответствует ли ваше желание возможностям вашей скважины. Если вы получили расход больше, чем дебет скважины, тогда, извините, либо вам придется другую схему водоснабжения принимать, либо вам придется ограничить свои желания и подбирать насос на максимально возможный дебет скважины, а не на тот расход, который вы захотели. Откуда взять вот эти расходы различных приборов? Бывают они указываются в паспортах на оборудование, но на самом деле самое простое, такое усредненное, тем более часто, когда скважину бурят, еще не знают, что там будет установлено точно. Вы можете взять СП по водоснабжению внутреннему, открыть табличку А1 и посмотреть, какой секундный расход нужен для работы того или иного типа прибора. Например, умывальник со смесителем требует общий секундный расход, то есть холодное плюс горячее 0,12 литра в секунду. И так дальше. Табличка длинная, я здесь дал только кусочек для примера, там есть и унитазы, есть и посудомойки, и стиральные машины. Все это складываете, решаете, что вы готовы одновременно хотите эксплуатировать и получаете ваш расход. Если что-то специфическое не нашли в табличке, ну, берите тогда уже паспорт на это оборудование и ищите производительность технической документации. Ну, вот здесь, например, 38 литров в минуту обозначен расход вот этого встраиваемого смесителя для ванной и души, который я совершенно произвольно где-то нашел в интернете. Что ж, с расходом определились следующие параметры необходимые для подбора насоса, это его напор. Напор скважинного насоса требуемый складывается из геометрической высоты подъема жидкости, потери напора при ее движении, натрении в местных сопротивлениях и так называемый свободный напор, то есть напор, который необходимо обеспечить у, так скажем, верхнего потребителя для того, чтобы санитарно-технические приборы работали корректно. И сейчас давайте пробежимся, откуда берется каждый из этих трех величий. Начнем с геометрии. Геометрическая высота это разность отметок уровня воды, откуда мы ее забираем и туда, куда мы ее подаем. То есть вот здесь если на картинке нарисовать насос, который будет в скважине, войдет от него напорный трубопровод, зайдет там где-то под землей, желательно ниже глубины промерзания, ваше здание, и где-то у вас будет находиться верхняя леечка, там душа, смеситель, ну или не знаю, что вы там поставите. Здесь обычно с определением верхней точки, то есть до какой точки считать напор, геометрическую высоту подъема вопросов не возникает. Это самый высоко расположенный прибор в вашем доме. Ну скорее всего санузел на втором этаже. С точки начальной, откуда этот уровень отсчитывать, откуда геометрию считать. Вот здесь бывают вариации. Многократно встречал в своей практической деятельности. Первый частый вариант, когда геометрию считают от уровня установки насоса. Вот эта величина, в этом случае вы получите насос с очень высоким естественно напором. Потому что насос, как правило, опускают как можно ниже, но оставляет там соответствующую отстойную зону для того, что если вода будет в скважине падать, даже если она стоит высоко достаточно после бурения, вы все-таки могли обеспечивать себя водой. Другой вариант, когда напор определяют исходя из статического уровня, то есть того уровня, на котором вода оказалась после бурения. Его, как правило, эти бурлички вам скажут, определяют, или вы сами простой веревочкой это сделаете, в этом случае вы получите минимальную величину геометрии. И тот, и другой вариант расчета некорректны. Давайте разберемся, почему. Ну, во-первых, если вы берете от насоса, над насосом у вас может оказаться достаточно высокий уровень жидкости. То есть скважина может быть пробурена на 80 метров, на 100, а вода стоять на 10-15 метров. И опустив насос на 80 метров, соответственно, вы, взяв расчет всю эту величину, получите насос с очень завышенным напором, потому что вот та часть трубы, которая у нас находится в воде, она будет заполнена просто как сообщающийся сосуд из скважины через насос, и насосу не нужно затрачивать энергии для того, чтобы воду поднять до того уровня, на котором она находится в скважине. Поэтому такой вариант расчета некорректный, он дает слишком завышенные параметры. Второй вариант, который мы обсудили от статики, он тоже некорректен, потому что да, вода может оказаться на уровне 5 метров от земли, но в процессе откачки, особенно при малом дебете скважины, вода может упасть на 20, 30, 40, 50 метров вниз, и отсчитав от статики, потом в процессе эксплуатации вы можете не получить требуемого расхода воды. Поэтому однозначно единственный правильный вариант расчета это отчет геометрии, геометрической составляющей от динамического уровня воды, на котором она окажется при откачке при вот том самом расчетном дебете скважины. Поэтому эта величина, как вы выяснили, должна быть однозначно определена экспериментальным путем, и именно от нее, от динамического уровня, вы будете отсчитывать геометрическую высоту подбора, подъема воды. Ну, надеюсь, с первым показателем все теперь однозначно ясно. Потери напора. Ну, вот здесь есть разные бытовые рекомендации. Возьмите 1 метр на 100 метров трубы и так далее и тому подобное. На самом деле, если правильно выбрать стечение трубопровода, по скорости рекомендуемое течение жидкости, если мы говорим о бытовых условиях, когда скважина пробулена в нескольких метрах, ну, в 10 метрах от дома, то есть от потребителя, потери напора будут очень небольшие. И ошибетесь вы там на 20-30%, даже в 2 раза, это будет не сильно сказываться на общей величине напора насоса, потому что там свободный напор, дальше обсудим, это 2 метра или 3 метра, ну, поверьте, на фоне этих 20 метров свободного напора это совершенно ничего не значащая ошибка. Но, тем не менее, можно ошибиться и по-крупному, да, то есть, если монтажник совершенно не понимает гидравлику, он вам может поставить там трубу с усовым проходом 10 миллиметров, а вы, извините, хотели два санузла запитать еще и поливать огород. и понятно, в этом случае потери возрастут очень серьезные, могут оказаться нам не 2-3-5 метров, а могут оказаться 20-30-50 метров. Поэтому, конечно же, все-таки лучше их взвесить и у многих производителей там, арматуры, трубопроводов, насосов и так далее, такие простые калькуляторы расчета потерь напора, они существуют на сайтах, в программе велосилет, вы знаете, есть калькулятор расчета, куда вы можете занести диаметр трубопровода, его длину, выбрать материал, поставить расчетный расход и вам программа покажет, какие будут потери напора в этом трубопроводе. Местные потери можно, конечно, тоже набирать конкретно исходя из схемы, сколько у вас тройников, отходов и так далее, но здесь опять-таки в бытовых условиях можете взять коэффициент 1,2 ну или 1,3 уже с большим запасом на местные сопротивления и полученные потери по длине просто умножить на коэффициент. Поэтому тут ничего сложного нету, вам нужен диаметр трубопровода внутренний, его материал, расход для расчета и длину трубопровода. Все, завели, получили потери по длине, умножили коэффициент местных сопротивлений, то есть увеличили процентов на 20, в принципе даже в СП сейчас не знаю, в старой версии там прям рекомендовали этот коэффициент 20% на местные сопротивления и получили потери на порт. что очень важно учесть при расчете потерь это наличие какой-либо водоподготовки. Потому что даже если скважина пробурена правильно и нет подсоса песка, то есть насос правильно расположен и вода оказалась высокого качества, все равно как минимум фильтр сетчатый или картриджного типа, как показывает здесь на картинке устанавливать рекомендуется. Для того, чтобы на всякий случай защитить вашу систему, вашу дорогостоящую сантехнику от попадания каких-то частичек. Где-то песочек проскочил, где-то там окалинная, ржавчина скважина, там труба остальная обсадная. Чтобы вот эти вот вещи к вам не попадали, фильтр должен быть. Изначально сопротивление фильтра, если вы его подобрали правильно по диаметру трубоколодов и желаемым расходом, что в технической документации обязательно указывается на фильтр, на полдюйма фильтр 2,6 куба пропускная способность при 0,2 барах потерь, там три четверти тоже будет 3,6 дюймовый 5,5 кубов ну и так далее. Если вы подобрали фильтр правильно для вашей системы, то потери на нем в чистом состоянии будут относительно небольшие. Вот данного типа 0,2 бар, то есть это всего 2 метра потерь. Но фильтр будет постепенно зарастать и если вы никогда не будете менять, то он в итоге у вас забьется полностью, то есть его сопротивление вырастет до плюс бесконечности. Ну и конечно, если вам не повезло и качество воды низкое, то фильтр будет забиваться регулярно и таким образом сопротивление системы у вас будет всегда возрастать от какого-то изначально расчетного до какого-то вы захотите когда вы захотите этот фильтр менять. И вот здесь возникает вопрос что заложить в расчет. Вот эти вот 2 метра или может быть 20 метров. Ну здесь все тут сложно что-либо прогнозировать потому что скорее всего вы с качеством воды еще не познакомились и даже если вам скажут что содержание взвеси там 3 миллиграмма на литр или 2 миллиграмма на литр вы из этого продолжительность работы фильтра тоже не посчитаете простой формулы нет у фильтров есть разная крупность ячеек взвесь бывает самыми разными свойствами одна хорошо фильтруется той же самой крупности другая фильтруется плохо или вообще не фильтруется и проходит через фильтры поэтому никто даже специалист вам не скажет изначально как быстро ваш фильтр будет забиваться и уж тем более как интенсивно будут прирастать потери на хвост поэтому ну что здесь можно если вы возьмете сразу заложите там 20-30 метров на потери ну вы получите опять очень завышенный насос и при чистом фильтре он будет заваливаться в крайнюю правую зону если вы возьмете только там 2-3 метра ну значит скорее всего вы со временем будете реально ощущать что у вас напор воды снижается и вы не получаете нужного расхода ну что могу порекомендовать какой-то компромиссный вариант ну возьмите на ваш фильтр там 10 метров потерь вместо 2 ну вот какую-то полечину возьмите 8 не знаю сложно что-то рекомендовать если водоподготовка сложнее и у вас там уже начинают появляться сапсионные фильтры обезжелезивания и так далее и тому подобное ну тогда уже все-таки берите паспорта на всю эту схему и со специалистами обсуждайте какие будут потери напора в этой линейке то есть когда там будут происходить промывки регенерации при каких перепадах рекомендуется и так далее и тому подобное и считайте систему полноценной свободный напор с выходом СП в 20-м году считается очень просто а точнее он берется 20 метров правда почему-то в СП написали метров родиного столба ну это конечно просто ошибка напор размеряется в метрах в советских нормативных документах было прописано 5 метров потому что сложной сантехники не было потом в СП стали писать что нужно взять паспорт на конкретный прибор и по паспорту взять вот эту величину в итоге кто что гораст кто 5 метров приплюсовывал кто 55 как говорится взяв какой-нибудь там душ шарпой или джакузи совершенно нормальная величина 20 метров которая прописана в новом СП абсолютно достаточно для нормальной работы и всех современных посудомоечных машин и стиральных машин и если у вас нет чего-то уж сильно специфического то это величины достаточно и она вполне адекватная хотя вот тот же самый смеситель который я у него все параметры даны для давления на входе 3 бара то есть по сути свободный напор чтобы обеспечить эту производительность должен быть 30 метров а не 20 ну поэтому хотите берите насос будет дороже давление у вас будет в системе в итоге выше будете настраивать ну и третий параметр насос в скважину А должен влезть и Б он там должен комфортно себя чувствовать поэтому третий параметр для скважинного насоса это его номинальный диаметр ну я думаю вы все знаете что как правило диаметр насоса вообще зашит в его обозначении например ТВУ-4 подразумевает что это насос четырехдюймовый если на него открыть документацию то мы как раз найдем что максимальный диаметр то есть в районе гидравлики там с учетом кабеля который идет вдоль нее закреплен защитной пластины составляет 98 миллиметров то есть вот как раз те самые 4 дюйма ну 2 миллиметра там поменьше соответственно для каких скважин такой насос подойдет для этого нужно конечно знать диаметр обсадной трубы они изготавливаются там стальные по ГОСТу труба обсадная прямо есть пластиковые по ТУ ну и вот здесь приведены типовые диаметры именно нас интересует внутренний диаметр трубы толщина стенок может быть разная ну и конечно лучше брать потолще чтобы у вас скважина была понадежнее особенно если пластиковая труба ну и стальная тоже лучше потолще дольше будет сгнивать коррогировать но здесь нас интересуют именно условные проходы вот эти бостовские величины даны ну и давайте посмотрим насос диаметром 98 миллиметров войдет и в 114 трубу и в 127 и так далее а вот в пластиковую 80 миллиметров понятно он уже точно не войдет 100 миллиметров ну вы конечно можете попытаться пропихнуть насос диаметром 98 миллиметров 100 миллиметров но любая там не не знаю отклонение диаметра трубы ну вследствие там изготовления каких-то неточностей или что-то это и вас насос там просто где-то заклинит поэтому тоже не рекомендую этим заниматься поэтому эти диаметры у нас для 4-дюймовых насосов отпадает если пробурили таким диаметром идите уже переходите на 3-дюймовые насосы которые мы в том числе предлагаем поставки ну а нам остаются вот эти терапоразмеры хорошо с этим определились второй очень важный момент это охлаждение скважинного насоса точнее его двигателя поскольку большинство скважинных насосов ну можно сказать даже почти все под исключением там промышленных они охлаждаются за счет обтекания двигателя той водой которую насос качает то есть вот я нарисовал очень кривенько обсадную трубу скважины вот у нас место забора воды насоса двигатель как правило находится снизу забор по центру и дальше пошла гидравлическая часть снизу вода поступает в скважину поэтому очень важно чтобы у вас обсадная труба была до низа скважины и внизу должен быть сформирован какой-то фильтр ну тут конечно очень сильно зависит от типа грунта если у вас трещиноватая скала или там крупный гравий какой-то тут можно вообще без фильтра обойтись ну а так различные фильтры ставят но это уже не сегодняшняя тема и так вода заходит снизу если вы трубу обсадную вам не до конца поставят то у вас вода возможно будет поступать к насосу сверху сбоку и вы не получите вот этого необходимого движения потока воды вдоль двигателя всасывающим отверстие насоса за счет которого происходит съем тепла с поверхности двигателя и его охлаждения при этом у вас обратите внимание насос может работать в абсолютно номинальной номинальной рабочей точки оптимальной рабочей точки у вас может быть все хорошо и все токи все будет в порядке но насос будет перегреваться просто потому что вы не обеспечили внизу вот эту вот скорость какова эта скорость это указывается в технических данных на насос например на ТВУ указана минимальная скорость обтекания двигателя 0,08 метра в секунду посчитать вашу ситуацию и проверить эту скорость достаточно просто жидкость пока течет к всасу насоса она течет по кольцевому зазору между насосом получается и обсадной трубой скважины площадь кольца посчитать несложно ПД в квадрате на 4 диаметр обсадной трубы минус ПД в квадрате где диаметр уже насоса на 4 это площадь живого сечения по которому вода движется и соответственно деля ваш расход который мы определили чуть ранее на площадь сечения мы получаем реальную скорость обтекания двигателя ну и вот смотрим при 2 кубах в час нормальный расход для 4-дюймого насосика подставляем берем трубу стальную минимальную 114 скорость 0,21 метра в секунду что существенно выше требуемых минимальных 0,08 охлаждение будет качественное хорошее подставляем больше диаметра и при 140 миллиметрах скорость уже становится охлаждение ниже скорость протекания чем требуется это значит мы ставим насос в недопустимые условия эксплуатации поэтому из всего обилия труб которые нам подойдут для такого насоса нам придется ну что здесь выкинуть 140 уже выкидываем и все что выше ну и пластиковые от 150 и выше тоже нам не подходит поэтому вот если мы имеем обсадную трубу какого-то такого диаметра мы можем для нее подбирать 4 дюймовый скважинный насос ну и так далее то есть методика понятна она простая и не забывайте пожалуйста об этом факторе и не поддавайтесь уговорам тех кто бурит вам скважину о том что обсадную трубу можно опускать не до конца если даже скальные трещиноватые грунты в которых обычно да не надо туда забивать трубу да не забьем мы ее но у вас поступление воды как я уже сказал может оказаться в основном не снизу а сверху или сбоку и ваш насос работать не будет а если грунт мягкий и постепенно естественно он будет размываться при работе насоса то зачастую в районе установки насоса если не поставили обсадную до конца образуется такой вот мешок и естественно здесь уже никаких скоростях говорить не приходится потому что сечение по которому движется вода к насосу получается огромным и никаких рекомендуемых скоростей не соблюдается насос в итоге выходит из строя хотя на поверхности об этом ничего не сигнализирует ни защита от сухого холода ни защита по току ни по напряжению все прекрасно насос сгорел двигатель перегрелся такое тоже часто бывает ну и напоследок сегодня вебинар не сильно длинный хотя я надеялся даже его побыстрее прочитать это второй распространенный вариант использования насоса применяется он когда у нас либо 9 скважины маленькие мы не можем напрямую воду забирать в систему ее просто не хватает либо когда у нас по каким-то причинам нужно накапливать воду где-то в емкости ну например у вас отключают электричество генератора нету собственного поэтому вы хотите этот запас иметь либо если у вас технология очистки воды предполагает наличие открытых им костей да то есть например обезжелезивание безнапорным способом когда барбатаж воздухом производят для окисления двухвалетного железа либо отдувка радона у нас на Урале очень частая проблема наличия его в воде соответственно в этом случае мы воду из скважины извлекаем и подаем в какую-то накопительную емкость она может стоять наверху и вы потом из нее можете водоразбор напрямую осуществлять там напор будет слабенький поэтому тут зачастую появляется повысительный насос например наша ПБшка которая работает в автоматическом режиме либо бак может вообще стоять где-то в подвале накопительный и в этом случае вы поставите дополнительную насосную установку со своей автоматикой которая у вас будет уже в систему водоснабжения вашего дома жидкость подавать но это опять отдельная тема и так в этом случае насос может работать независимо от потребления воды по своей производительности а значит мы его можем подбирать на 9 скважины и он будет равномерном режиме в комфортном равномерном режиме заполнять вот эту накопительную емкость а всю неравномерность водоразбора будет сглаживать наш наша емкость наш резервуар поэтому здесь все просто дебет у вас есть насос подобалик готовы дольше емкость накапливать и купить насос меньшей производительности пожалуйста это все как бы ваше право как частного потребителя напор тоже считается проще поскольку в данном случае у нас отсутствует составляющая в виде свободного напора нам никакой свободный напор на излив в этот бак не нужен нам достаточно поднять воду до уровня излива от уровня воды динамического в скважине или в колодце и преодолеть потери напора при движении жидкости вот собственно все как это делается мы с вами уже рассмотрели на этом я рассказал все что хотел как видите нам нужно знать все-таки прежде чем покупать насос определенные параметры нашей скважины дебет динамический уровень конструкцию и нужно произвести определенные несложные но тем не менее инженерные расчеты для того чтобы определить реально требуемую производительность и напор насоса либо можно пойти по пути по которым идут многие если деньги есть покупаем насос с максимальным напором такой который влезет в скважину и насос долго не проработает у меня товарищ так покупал насос сказал ладно я там хочу чтобы у меня там все и трудик наполнялся и это ладно давай я возьму просто побольше ничего не считая спасибо до свидания ну два года насос отработал и выше устроя потому что он по параметам оказался слишком завышенный были гидроудары которые ощущал потребитель при его включении ну ни к чему хорошему это не привело насос в итоге рассыпался ну и так же плохо когда ты ошибся в меньшую сторону и не получаешь нужного количества поэтому рекомендую вам считать надеюсь что информацию всю необходимую выдал хорошего вам всем дня спасибо за участие до свидания и до новых встреч до новых встреч до новых встреч